23-я Всероссийская конференция с международным участием в жизнеобеспечении при критических состояниях проходила 12 и 13 ноября в онлайн-формате. В этом году конференция была приурочена к 85-летию Научно-исследовательского института общей реаниматологии имени Владимира Александровича Неговского. В настоящее время институт входит в состав Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии. Более 20 лет директором института был член-корреспондент РАН Виктор Васильевич Мороз, в настоящее время его научный руководитель, заставший этап преобразования в институт, созданный 85 лет назад Неговским, лабораторией оживления. Это первый институт в мире, единственный в нашей стране, и поэтому пришло ему быть простым и не каким-то... вот... потребовалась большая реорганизация всего для того, чтобы были... здесь рождались новые направления, новые средства общения с врачами и, конечно, больными. В рамках конференции были доложены результаты фундаментальных и прикладных научных исследований, проводимых на базе Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии. Мы сегодня заглядываем в будущее, мы говорим, какая будет больница будущего и что нам нужно делать для того, чтобы она была, для того, чтобы она существовала, они просто... наши мысли были бы мыслями не реализованы никак и никогда. Мы готовимся к практической реализации наших идей о будущей цифровой больнице. Несмотря на продолжение пандемии, на конференции по жизнеобеспечению при критических состояниях речь шла не только о ковиде, были доклады и по обычной анестезиологии и реаниматологии. Мы обычно на закрытии озвучиваем основные итоги. Основное это жизнеобеспечение при критических состояниях, то есть основная идея нашей конференции то, что мы изучаем патогенез, изучаем новые методы диагностики, лечения критических состояний и, наверное, такой важный рефрен это переход постепенной анестезиологии и реаниматологии к персонализации диагностики и лечения. Онлайн-аудитория конференции составила более тысячи человек из всех регионов России, а также из Европы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok